Окружной турнир по каратэ. В нем приняли участие почти 200 мальчиков и девочек. Своё превосходство над соперниками они доказывали в поединках на татаме. Григорий Ворванин продолжит. Ногой в корпус – любимый удар Семёна Красикова. За него судей дают больше очков. В своём первом бою на этом турнире победил. Сработала тактика. К тому же воспользовался ошибками соперника. Но он не держал руки у головы. Я ему давал по голове. И он бил его часто в лицо. Правила соревнований по каратэ. Киокушенкай запрещают удары руками в голову и ногами в пах. За это начисляют штрафные баллы. Всё остальное разрешено. Во время боя судьи оценивают технику спортсмена и ущерб, нанесённый сопернику. Правильность выполнения ударов в бою. Соответственно, если толкание, это штрафуется очками. Ущерб – это, если, допустим, человек пробивает ногу, пробивает корпус, пробивает голову. Вот это называется ущерб. Судьи оценивают ущерб, ну, так скажем, силу ударов. От серьёзных травм спортсменов защищают шлем, панцирь, накладки и перчатки. Именно поэтому в секции каратэ Киокушенкай приводят детей в возрасте от 4 лет. Занимаются этим видом спорта и девочки. Милана Изерская занимается каратэ не так давно. Говорит, всегда нравилось постоять за себя. И накопившуюся энергию можно выплеснуть на татами. Во время турнира провела два боя. В обоих одержала победу. Первый бой чуть-чуть страшно, а потом, когда я выигрываю первый бой, у меня дух встаёт бодрее. После всех поединков в каждой весовой категории были названы имена победителей. Им вручили медали и дипломы. Для многих спортсменов это первые награды большого турнира. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.